здравствуйте дорогие ребята тема нашего урока по биологии деление клетки метод его фазы и биологическое значение сегодня на уроке мы узнаем как происходит процесс размножения живой клетки увидим из каких фаз состоит процесс деления клетки определим как происходит прямое деление клетки на прошлом уроке мы с вами изучали жизненный цикл клетки или клеточный цикл это период жизнедеятельности клетки от момента ее возникновения до смерти длительность клеточного цикла в разных клетках даже у одного и того же организма различна например продолжительность этого цикла в клетках эпителиальной ткани человека составляет около 10 15 часов в клетках печени целый год клеточный цикл состоит из двух различных по продолжительности интервалов интерфазы и деления клетки мы рассмотрели что происходит в интерфазу интерфаза это часть жизненного цикла клетки между двумя последовательными ее делениями она характеризуется активными процессами обмена веществ биосинтезом белков нуклеиновых кислот углеводов и липидов в интерфазе происходят процессы связанные с жизнедеятельностью клетки диссимиляция и ассимиляция продолжительность интерфазы зависит от типа клеток и в среднем составляет не менее 90 процентов от общего времени клеточного цикла после окончания интерфазы клетка вступает в следующую часть цикла деление или метоз в интерфазе перед делением хромосомы удваиваются этот процесс называется репликации хромосом далее происходит метод метод от греческого метод нить или непрямое деление клетки при котором из материнской клетки образуются две дочерние клетки с таким же набором хромосом как и у исходной клетки этот процесс обеспечивает увеличение числа клеток рост организма регенерацию и возобновление клеток в процессе их старения у некоторых организмов метоз лежит в основе их размножение бесполым путем метоз можно увидеть на фиксированных препаратах световой микроскоп современные методы микроскопии и микрофотосъемки дают возможность наблюдать этот процесс также и в живой клетке метод метод состоит из четырех последовательных стадий обеспечивающих равномерное распределение генетической информации и органоидов между двумя дочерними клетками важная роль в этом процессе принадлежит центриолем клеточного центра которые обеспечивают равномерное распределение хромосом между дочерними клетками переход из интерфазы в первую стадию метоза про фазу происходит постепенно давайте познакомимся с профазой ходе первой фазы метоза называемый профазой мы впервые видим хромосомы с классической структурой они образуются в процессе конденсации днк в то же время у центра сом животных клеток начинают образовываться белковые тяжи называемые микротрубочками наконец ядрышко структура находящейся в ядре исчезает далее следует про метафаза которая начинается с растворения ядерной оболочки параллельно с этим из центра сом протягиваются нити микротрубочек формирующие беретено деление эти нити присоединяются к белковой структуре называемый кинетохор один кинетохор прикрепляется к центромере каждой из пары сестринских хроматит после этого наступает метафаза давайте еще раз определим основные моменты профазы ядро увеличивается в объеме хромосомы состоящие из двух сестринских хроматит спирализуются утолщаются и превращаются в хорошо заметные хромосомы хромосомы удерживаются центромерой к концу профазы ядерная мембрана и ядрышки исчезают хромосомы располагаются по всей клетке центриоли отходят к полюсам клетки образуется веретено деление количество днк в два раза больше числа хромосом 2n4c познакомимся со второй фазой метоза метафазой наступает метафаза во время которой хромосомы выстраиваются в линию по центру клетки так что сестринские хроматиты оказываются направлены к противоположным полюсам клетки теперь сестринские хроматиты готовы к разделению и так во вторую стадию метоза нити веретена деления уже полностью сформированы они соединяются с центромерами хромосом которые располагаются в экваториальной плоскости клетки в одну линию в этом положении они удерживаются микротрубочками хромосомы хорошо заметны лежат отдельно что позволяет определить их число форму и величину количество днк также в два раза больше числа хромосом 2n4c световой микроскоп можно увидеть метафазную пластинку которая образована хромосомами расположенными на экваторе клетки метафаза и следующая за ней она фаза обеспечивают равномерное распределение наследственной информации сестринских хроматит между клетками давайте посмотрим что происходит во время она фазы хроматиты готовы к разделению она происходит во время она фаза путем укорочения микротрубочек связанных с кенитохорами кроме того полюса клетки расходятся дальше друг от друга что облегчает разделение сестринских хроматит конце она фазы сестринские хроматиты перемещаются к разным концам клетки закрепим знания об она фазе она фаза это самая короткая стадия хромосомы внезапно разделяются вместе центромеры на сестринские хроматиты которые становятся теперь отдельными сестринскими хромосомами с помощью нити веретена деления начинается движение сестринских хромосом к полюсам клетки у каждого полюса оказывается такое же число хромосом какое было в исходной материнской клетки количество днк равно числу хромосом 4n4c посмотрим что происходит во время заключительной фазы метоза тело фазы тело фазы завершает процесс метоза в это время начинают образовываться компоненты дочерних клеток и разрушается веретено деление новая ядерная оболочка окружает хромосомы находящиеся на полюсах клетки наконец хромосомы раскручиваются и возвращаются в неконденсированное состояние так завершается метоз но остается еще формирование новых клеток вслед за метозом клетка подвергается цитокинезу в начале поперек клетки образуется перетяжка сжимающееся кольцо разделяющие клетку на две примерно равные части к этому времени органеллы клетки удваиваются и распределяются между двумя частями клетки это относится к митохондриям комплексом гольджи и гранулярному эпр а также хлоропластом растительных клеток после разделения две дочерние клетки переходят в же фазу интерфазы и начинают свой рост обозначим основные процессы тело фазы ДНК и белки хромосом начинают деконденсироваться и хромосомы перестают быть видны в световой микроскоп образуются ядерные оболочки, формируются ядрышки, исчезают нити веретина деления во вновь образованных ядрах количество хромосом равно количеству ДНК 2Н, 2С Далее происходит равномерное распределение органоидов у полюсов клетки Стадия завершается делением цитоплазмы, цитокинезом и образованием плазматической мембраны в центральной части клетки Возникают две новые дочерние клетки, полностью идентичные материнской Весь процесс деления длится от нескольких минут до трех часов в зависимости от типа клеток и организма Иногда деление цитоплазмы не происходит, образуются двух- или многоядерные клетки Продолжительность метоза в несколько раз меньше интерфазы Биологическое значение метоза заключается в обеспечении постоянства числа хромосом Идентичности наследственной информации и генетической стабильности у вновь возникающих клеток А также увеличение числа клеток в организме, что является одним из механизмов роста Для закрепления материала посмотрим небольшой видеофрагмент Если все живое состоит из клеток, откуда тогда появляются клетки и как они размножаются? Ответ очень простой Все клетки образуются из других клеток Новые клетки образуются при делении клеток Клетка не делится просто на две части Она проходит через определенные этапы У большинства клеток этот процесс называется метозом Метоз производит две генетически идентичные клетки Это происходит в нашем теле тысячи раз в секунду Замена кожных клеток Рост костей И восстановление мышц Расположенный в ядре клетки генетический материал Образует плотно сжатые спирали Называемые хромосомами Под микроскопом они выглядят как маленькие х-образные стержни внутри ядра Перед делением клетки хромосомы создают свои идентичные копии Мембрана вокруг ядра разрушается И хромосомы выстраиваются в центре клетки Соответствующие копии отделяются друг от друга к противоположным полюсам клетки Новые ядерные мембраны образуются вокруг хромосомы Затем формируются клеточные мембраны, создавая две новые идентичные клетки Этот процесс повторяется постоянно Обеспечивая организмы новыми клетками для роста и восстановления Этот основной процесс происходит во всех организмах животных и растений Существует только один вид клеток, получаемый другим путём Половые клетки Иногда встречается и другой вид деления клетки – амитос Амитос от греческого «а» – отрицательная частица, и митос – нить Это прямое деление ядра клетки, то есть без образования хромосом и веретена деления Прямым делением при помощи поперечной перетяжки могут делиться клетки прокариот, у которых нет ядра У эукариот амитос встречается довольно редко При таком способе деления без подготовительной фазы, то есть без предварительного удвоения хромосом Начинается деление клеточного ядра, при котором наследственный материал материнской клетки распределяется между дочерними клетками неравномерно Часто при амитосе не происходит и цитокинеза Разделение цитоплазмы, в результате чего образуется дефектная двуядерная клетка И даже при наступлении цитокинеза образуются две неполноценные клетки Такой способ прямого деления амитос характерен для старых отмирающих тканей, а также для раковых клеток Биологическое значение деления клетки При клеточном делении наследственная информация передается от материнских клеток к дочерним Клетки размножаются путем удвоения своего содержимого с последующим делением надвое Метоз – это основной способ деления клетки, обеспечивающий непрерывность жизни на нашей планете Редупликация ДНК, которая предшествует клеточному делению Обеспечивает высокую надежность копирования наследственного материала клетки И точную передачу генетической информации от одного поколения клеток к другому В их основе лежат два процесса Один из них – кратное увеличение количества ДНК в хромосомах клетки в интерфазе ее жизненного цикла Второй – строго равномерное распределение генетического материала между дочерними клетками при метозе Таким образом, метоз как основной способ деления клеток поддерживает их генетическую стабильность Саморегуляция активности клетки Клетка работает как единая биологическая система с высокой степенью точности и согласованности Саморегуляция ее активности осуществляется благодаря различным белкам Информация о структуре которых закодирована в генетическом аппарате клетки Именно белки служат основой всех процессов жизнедеятельности клетки Так, белки и ферменты обеспечивают протекание в клетке реакции метаболизма Строительные белки определяют специфические особенности клетки, ее форму Под контролем регуляторных белков находится реализация наследственной информации в клетке Итак, ребята, мы с вами сегодня узнали, как происходит процесс размножения живой клетки Поговорили о том, какой цикл проживает живая клетка, интерфазу и метоз Рассмотрели четыре фазы метоза Профазу, метафазу, анофазу, телофазу Увидели различия метоза и аметоза Определили значение метоза Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку Надеюсь, вам все было понятно и интересно До свидания, ребята!